Бийск Global Party 2017 будет полон приятных сюрпризов и подарков. Как нам стало известно, организаторы из фонда Александра Прокопьева в этом году решили увеличить призовой фонд. Активные участники праздника будут получать призы и подарки в течение всего дня. С самого утра на площадках Зелёного Клина пройдут различные конкурсы, в том числе и для малышей. И для того, чтобы бийчанам и гостям города было комфортно 2 сентября, накануне на многочисленных площадках Бийск Global Party прошло выездное заседание Оргкомитета. Можно сделать всякие либо площадки. То есть, во-первых, возвышенность хорошая, там ограждения задние, никто ничего не упадёт. Главное, чтобы там свет, возможность была доп. комплекта звука подключить вот сюда. Более 150 участников надо разместить на трёх основных площадках Бийск Global Party. Задача перед Оргкомитетом непростая. Продумать надо всё до мелочей. От этого зависит, насколько комфортно будут чувствовать себя не только бийчане, которые придут на праздник, но и сами участники праздника. Яркую программу готовят военно-патриотические клубы города. Будут и показательные выступления, и знакомство с парашютным спортом. Возможно, будем показывать порядок укул. Потому что Андрей Владимирович говорит, просто показать купол, что делается при выполнении прыжка. Кольцо дёргается, или прибор срабатывает. Такие моменты. Есть вариант, конечно, и будет место. Мы можем представить. У нас два комплекта. Мы можем один в собранном виде, в руку уложенном. Второй можем растянуть, чтобы люди видели, что это такое. От своего клуба я постараюсь показать мастер-класс по борьбе джиу-джитсу, показательные выступления. Но все желающие могут задать вопросы любой направленности. Ребята будут отвечать, давать необходимую информацию. Вот как-то так. Местом для проведения квеста «Герои Бийска» одновременно станут три площадки. Где будут спрятаны подсказки, организатор игры, начальник штаба юнормии Евгений Овченников пока и сам не знает. Игра в разработке. А вот для сотрудников полиции в организации охраны правопорядка уже всё ясно. Порядка 60 человек личного состава нужно будет задействовать, включая ГИБДД. То есть перекрытие улиц, дежурство будем нести с 9 утра, ну и до конца. Жипы мы ставим прям нормально вот здесь, на этой площадке. Они уже стоят. Один из основных моментов организации грандиозного по масштабу мероприятия – обеспечение электроснабжением. В течение целого дня 2 сентября на Зелёном Клине будет проходить праздничная торговля. Вечером на главной сцене задействована мощная звуковая и световая аппаратура.